Часто в ходе экспериментаторской деятельности возникает необходимость проведения анализа полученных результатов исследований. Возникает вопрос разброса данных в числовом ряду. Размах ряда, как статический показатель во многих случаях, не подходит, так как дает грубую оценку. Данный показатель не может характеризовать разброс данных, так как для любого ряда чисел он всегда будет равен нулю. Рассмотрим другой статистический показатель. Этот показатель называется дисперсия. Составим ряд квадратов отклонений и рассчитаем среднее арифметическое ряда, то есть определим дисперсию заданного ряда данных. Сформулируем определение дисперсии. Дисперсией ряда чисел называется среднее арифметическое квадратов их отклонений от среднего арифметического этого ряда. Рассмотрим пример, в котором необходимо проанализировать полученные результаты. Для анализа используем расчет дисперсии ряда чисел. Найдем среднее арифметическое для каждого спортсмена. Значения одинаковы. Вычислим дисперсию результатов для каждого спортсмена. Давайте обратим внимание на полученные значения. Разброс данных у первого спортсмена меньше. Это говорит о его лучшей подготовке. Он показал более стабильный результат. Используя в своих расчетах в качестве статистической характеристики дисперсию, важно помнить следующее. Дисперсия обычно невелика, если при большом числе данных есть всего лишь несколько из них, которые значительно отличаются от среднего арифметического этого ряда. С учетом этих особенностей и недостатков, дисперсию часто заменяют средним квадратичным отклонением. Определим это понятие и применим его к рассматриваемому нами примеру.